Девушки отдыхают Есть ли мусор в Ненецком автономном округе и кто они, неравнодушные люди? Смотрите в специальном репортаже. В Ненецком округе ко всероссийской акции «Экологический субботник Зелёная Россия» присоединились волонтёры, сотрудники молодёжного центра, представители регионального отделения «Молодая гвардия» и члены общественной молодёжной палаты при администрации города. Порядка 30 добровольцев вышли в этот день на уборку лесного массива в окрестностях города. По рекомендации это должны быть либо скверы, парки, памятные места военные. У нас парки все находятся в надлежащем виде, поэтому там убирать нечего. Либо второй вариант был лесные массивы. Выбрали молодёжную поляну, потому что здесь постоянно проходят мероприятия окружного уровня и постоянно это место является сбором для молодёжи. Место пользуется популярностью не только у молодёжи, но и у отдыхающих. Об этом свидетельствуют кучи мусора. Пластиковая посуда, бумага, полиэтиленовые пакеты, бутылки и даже бочки. Всё это будет медленно разлагаться. Продукты разложения будут отравлять тундру. Как долго? Бумажные салфетки исчезнут за 2-3 дня. Целлюлоза, впитавшись в почву, нарушит её состав. Для пластиковых бутылок и одноразовой посуды понадобится от 100 до 200 лет. Для алюминиевой банки – 500. А стекло разлагается более тысячи лет. Выход только один. Чтобы они сразу же приезжают куда-то, чтобы пакеты брали с собой, всё выкидывали и уже выкидывали на контейнеры специально есть. В ходе субботника «Зелёная Россия-2015» добровольцы в окрестностях Наренмара собрали 30 мешков с отходами. Их вывезли на свалку бытовых отходов машинами предприятия «Чистый город». А это лес вокруг старого аэропорта. Место легендарное. В начале Великой Отечественной войны женщины Ненинского округа построили здесь аэродром. Отсюда взлетали самолёты, гружённые рыбой для фронта. Прошло 70 лет. Здесь горы мусора. Давайте посмотрим, что можно найти в нашем лесу. Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Он традиционно на трудовиках трудится уже много-много лет. И поэтому работу знают от и до. И знают, где нужно почистить и что сделать. Поэтому Оксина преобразилась. В акции приняли активное участие работники таких предприятий, как Наринмарская электростанция, Лукоил Северо-Западнефтепродукт, Наринмарстрой, Наринмарский морской торговый порт, Ненинская нефтяная компания, Главное управление МЧС по Ненинскому округу, Поисково-спасательная служба, МБУ «Чистый город», Комбинат по благоустройству посёлка Искателей, а также жители Тельвиски, Макарова, Шойны, Усть-Кары, Нижней Пёши, посёлка Искателей и города Наринмара. Все они очистили от мусора около 8 километров береговой линии различных водоёмов, собрали и вывезли около 8 тонн бытовых отходов. И если берега стали чище, то в окрестностях Наринмара, как грибы после дождя, растут новые поляны отходов. Правда, есть отдыхающие, которые заботятся о чистоте леса. Ну уже в лес загадили до такой степени. Одни бутылки и банки. Уже негде даже в лес выйти. Раньше природа была, птицы и тому подобное. Раньше охотились. С леса прибыли. А сейчас что, бутылки только собирать. Что не поход в лес, 3-4 пакета с мусором в багажнике. Николай с женой любители отдохнуть на уютных лесных полянах. Хотя ближе к лету их правильнее называть отхожими. Стиральные машины и газовые плиты – результат наплевательского поведения некоторых людей. Они вывозят свой мусор прямо в лес. Туда, где отдыхают люди. Возле контейнера положено, я говорю, спецавтохозяйство найдет технику, вывезут. Металлолом же можно сдать, металлолом принимают, во всяком случае. Дрова спалить. Ну, тут практически ничего не остается. Нерадивые владельцы снегоходов и автомобилей даже не подозревают – их железо совсем не украшает лес. Таких брошенных машин по всему лесу десятки. Стараясь сэкономить на утилизации, хозяева бросают их в лесу, совсем не задумываясь о возможных последствиях. 100 мест несанкционированного размещения отходов выявили специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса только за три рейда. 48 на территории города и 52 в поселке Искателей. По итогам этих рейдов составлены акты обследования территорий с приложением фотографий и направлены главам муниципальных образований для решения вопроса, кто и когда планирует ликвидировать 100 свалок. Такие же заявления поступают и в прокуратуру. В июне 2015 года прокуратурой округа выявлены несанкционированные места складирования отходов на территории города Нарьянмара и на территории поселка Искателей. В Нарьянмарский городской суд направлен один иск об очистке захламленного земельного участка по улице Пустозерская, принадлежащего Ненецкой агропромышленной компании. Подготовлены три иска о ликвидации свалок в районе переулка Озерный в поселке Искателей и улица Рабочая в Нарьянмаре. Организаторов свалок ждет штраф. Физические лица заплатят от 1000 до 3000 рублей, должностные от 3 до 5. Наибольшая сумма от 10 до 30 полагается индивидуальным предпринимателям и компаниям. Только зачем платить штраф, если можно обойтись и без этого? В районе города работает полигон твердых бытовых отходов. Стоимость принятого кубометра не более 100 рублей. За сданные цветные и черные металлы, аккумуляторы можно получить неплохую сумму. Их принимают на бывшей торговой базе города. Но если судить по количеству мусора, санкции не действуют. Может, нужны другие меры? Проблема чистоты леса общая для многих регионов. Решают ее, воспитывая подрастающие поколения. Субботники «Зеленая Россия» – это продолжение проекта под девизом «Лес Победы», который будет состоять из именных деревьев в память о погибших защитниках Отечества, посвященной 70-летию Победы в Великой войне. Этот проект поддержала вся Россия. Компания «Посади свое дерево» уже стартовала. Заявки на саженцы принимаются в МБУ «Чистый город». Все желающие могут приобрести саженцы, шиповника, березы, смородины, ели и рябины. Земля добра. Она одаривает нас красотой, грибами, ягодами. А еще она терпелива, но оно и безгранична. В истории много примеров катастрофических последствий такого отношения. Если это не убрать, следующие 12 поколений будут расплачиваться своим здоровьем. Окружающая среда – это то, что зависит и от нас с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова